Всем привет! Спасибо большое, что достоили меня того, что сегодня присутствуете на нашей лекции. Я немножко волнуюсь, это мое первое мероприятие, так всегда говорят. Это действительно первая лекция, которую я читаю в таком крутом пространстве. И посвящена она будет, конечно же, детям. Я уже порядка семи лет работаю с детьми, три года я работаю в официальных школах. Это две российские школы, SmartSnow и Cannes в Сочи. И одна в Астрийской, третьей шишули. Далее я четыре года назад создала свою горнолыжную секцию, называется она «Колобайка» в Красной Поляне на Розы Хутор. И вот успешно ее развиваем, двигаемся вперед с нашими учениками. Собственно говоря, когда я начинала работать тренером, я работала в городе. И далее я уже переместилась в горы. Я примерно шесть сезонов живу, работаю, катаюсь в горах. И интересно, что методика обучения детей, ну и взрослых тоже в частности, отличается от того, как мы учимся в городе и учимся в горах. Можно даже говорить о том, что когда вы едете с детишками в горы, мы всегда практически катаем фрирайд в той или иной степени. Я сейчас поясню, что это такое. Я не просто так взяла в кавычки детский фрирайд, потому что он в корне отличается от взрослого фрирайда. Чем именно, расскажу чуть позже. Ну и первое, на что хочу обратить внимание, это разница в подходе обучения в городе и в горах. Ну и здесь две такие яркие картинки. Справа это фотография, сделанная в прошлом году в Канте, девочке три года. И с другой стороны, это наша команда. Мы катаемся примерно таким составом. Как правило, это 6-8 детей. И катаемся в формате лагеря. То есть это целый день на горе. Какая же существенная разница в обучении в городе и в горах? В первую очередь, когда вы направляетесь в горы, у вас возникают некие новые условия, с которыми вы не сталкивались в городе. Ну, в первую очередь, это бесконтрольно катающиеся лыжники и бордеры. Да, конечно, они есть и в том же Канте, и в Крылатском, но длина горы намного меньше, уклоны меньше. Соответственно, как правило, человек не может там сильно разогнаться, что-то травмировать ребенка. Когда вы приезжаете в горы, мы можем наблюдать. Все вообще катаются в горах? У нас есть люди, с кем я еще не знакома. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Да? Александр, очень приятно. Вы выезжаете в горы? Вот. Ну, собственно говоря, знаете, наверное, что много бесконтрольно катающихся людей, которые думают, что они умеют классно кататься, и вот они стоят плугом с вершины и катят вперед. Прозуметь человека бесполезно попросить взять инструктора, он не хочет тратить деньги, если там мужчины, они бывают, они думают, что они классно катаются. В общем, создается некая угроза. Причем, на самом деле, неважно, это детская горка, типа шале, да, если мы берем розу хутор, есть шале, это учебный склон, либо это какой-то черный-красный спуск. Они как бы могут быть везде. Даже вот в каком-то плане на розе хутора есть такая горка шале, это учебный выкат, когда вы едете уже под конец дня с горы, там есть такой узкий участок, и получается, все в этом участке пересекаются, такое месиво детей, взрослых, и в любом случае вы будете подвергаться опасности. Это первый момент. Я сейчас перечислю, а потом расскажу, как с этим работать. Второй момент — это очереди на посадку-высадку. Как бы это банально не звучало, буквально сегодня ехала в метро, меня начали все толкать, не люблю город. Когда большое количество людей, это всегда агрессия, и на розе хутор, в частности, курорт популярный, я вот за пять лет вижу, что все больше и больше очередей, особенно есть пики сезона, как ни странно, это не новогодние праздники, это вот больше февраль идет, мартовские каникулы. И когда много людей, когда вы садитесь на посадку, если вы с инструктором, то вы, как правило, проходите именно инструктор школы, официальный на розе, то вы проходите там где-то без очереди. Если вы со своими детьми, вы стоите в этой общей каше, ребенка толкают, это опасно. И точно так же, когда особенно гондола, то есть она едет, быстро все сажаются, здесь толпа людей поджимает, на розе хутор, это вот прям очень-очень-очень актуально. И то же самое на высадке, то есть здесь очень важно контролировать детей, если вы с одним ребенком, прям вперед его сразу раз, быть готовым приподнять любой момент, выхватить лыжи, то есть сразу все эти моменты, я чуть попозже расскажу, их нужно продумывать, даже как вы ставите лыжи. Третий момент, узкие участки трассы и узкие трассы. Но про узкие участки я уже сказала, то есть когда идет соединение трасс, узкие трассы, на розе хутор много трасс узких, там просто такой рельеф, сделан такой породой рельеф, что он ползет, и там невозможно по-другому разбивать трассы, поэтому они узкие, их нарезают. С одной стороны, узкая длинная трасса, вот на розе есть такая трасса зеленая, она идет с ягов, егор, егор, два, и вниз сюда ходят. Она классная на самом деле для детей, то есть по ней едешь, она такая пологая, длинная. С одной стороны, с другой стороны, нужно следить, чтобы ребенок, первое, не подъезжал справа к краю, потому что там идет достаточно резкий уклон, пухляк, он туда укатится, если ребенок начинающий или маленький, то все. И второй момент, конечно, объезжающие, опять-таки, люди, то есть нужно мониторить 360 градусов постоянно, если в виде кто-то несется, но на зеленых трассах нет, а на узкий красный участок, я, например, делаю так, я просто становлюсь вверху, запускаю детей, старшего ставлю вперед, и если кто-то сзади едет, я там стою на готове с палкой, серьезно, потому что на розе хутер просто по-другому невозможно. К сожалению, если у вас дети на прогрессе, вы в любом случае будете выезжать на какие-то участки, не шале, а кататься по всей горе, эти ситуации просто неизбежны. Четвертое. Кочки и бугры. Это мое любимое. Как правило, в час дня разбиваются полностью склоны, причем неважно, это Австрия, я вот в Австрии работала сезон, то же самое. Да, там, может быть, они лучше ратрачат, они ратраком еще в середине дня бывают проходят, но все равно вот эти вот кочки и бугры, они всегда есть, их просто нужно учиться катать, потому что на самом деле классно, если ребенка научить катать кочки и бугры, он просто очень полюбит. Вот у меня здесь сидят ученики, которые у нас катаются, и в парке, поэтому просто с ними нужно не бороться, а научить их ловко очень проходить. Следующий пункт, тот самый пухлый снег. Мы с вами находимся в горах, в городе, там быстро горку отротрачили, и все готово. Здесь выпало огромное количество снега, вот в прошлом году были женский слалом, соревнования чемпионат мира, и его отменили, потому что все засыпало пухляком, пухляк был везде на трассе, у нас был фрирайд просто на трассе. Если вы приехали на три дня, ну как бы обидно сидеть дома. Опять-таки с пухляком нужно не бороться, не отиживаться дома, просто научиться катать. На самом деле даже с маленькими детишками в возрасте пяти лет спокойно можно по пухлячку кататься. Следующий пункт у нас — это погодные условия. Погодные условия — это дождь, снег, припад температур. Что здесь имеется в виду? Очень внезапно в горах может меняться обстановка, то есть сначала солнце, потом пошел капельками дождь, потом поддул ветер, а вы, допустим, находитесь где-то там вообще на южном склоне далеко. Здесь очень важно, первое, знать географию коротта, почему здесь выигрывают хорошо с инструктором. О, привет. Хорошо с инструктором занимается, инструктор очень хорошо географию коротта знает, в идеале, то есть вообще, где каждая какая деталь находится. Или вам самим нужно ее изучить. Очень классно покатать ее самостоятельно. Допустим, если вы с ребенком приехали, можно, допустим, ребенка к инструктору отправиться и самостоятельно подкатить все эти трассы, чтобы не попасть в какую-то внезапную ситуацию. Потому что когда-то такое случается. Следующий пункт – это большие длинные спуски. То есть тоже непривычно будет для детей, когда они катались в том же Крылатском, горка 100 метров, и приехали потом в горы, там длинные спуски по несколько километров. Вы едете, едете, едете. Вы, поскольку, допустим, я сейчас в формате рассказываю, что вы со своим ребенком именно приехали. И, допустим, вы же не можете сразу рассчитать силы своего малыша, ну, ребенка. Поэтому у вас где-то на трассе все. Вы там еще сапоги левые на правую, правую на левую, а дели не заметили. Там воду с собой забыли, там палка сломалась, ребенок стоит, устал. Важно сразу посмотреть тоже протяженность трасс и начинать с более коротеньких. То есть это вопрос к тому, что вы изучили логистику Куррота хорошо. Большая зона катания. Дети ближе к возрасту 12 лет, они уже часто самостоятельно даже катаются. То есть родители отпускают, и это как бы нормально абсолютно, я считаю. Куррот большой. Важно ребенка оснастить какой-то связью, то есть чтобы это был либо телефон обязательно заряженный, либо еще что-то. Ребенок очень хорошо должен знать, куррот ориентироваться. То есть нет такого, чтобы мы приехали, сразу его отпустили. И расстояния большие, нужно обязательно учитывать, какие-то сектора дальние быстрее закрываются, ближние дольше работают. То есть можно самостоятельно опускать ребенка, но опять-таки на какие-то определенные... Первая связь у него должна быть, вторая, он должен знать логистику, четко говорить, что вот там, Арина, ты сегодня катаешься у нас по Б-52, вверх-вниз. Это как бы хорошо учит детей самостоятельность, хорошая практика. Но с маленькими, естественно, до 10 лет я бы не рекомендовала отпускать, лучше кататься вместе с ними. В городе нет такой ситуации, там простая гора, детские секции работают спокойно, они там тренируют слалом, могул, как бы все видно, все обозримо, в горах совершенно другая ситуация. Следующий пункт — это яркое солнце. Почему, обращая ваше внимание, у детей очень часто обгорают губы, то есть родители не учитывают такой фактор, что нужно смазать обязательно солнцезащитным средством. У детишек обгорает нежная кожа, и солнце ярко слепит глаза, особенно дети, когда на розе теплые, большие температуры, жарко. И часто дети не любят вот эту маску, они начинают ее снимать. Нужны просто солнцезащитные очки всегда куда-то в кармашек спрятать, потому что глазки тоже могут обжечься. Ну и самый последний пункт. У меня на Фейсбуке было обсуждение, до лекции мне было интересно обратную связь послушать вообще про детский фрирайд. Я написала, у нас там отписалась вся элита московская. Я сама выступаю в соревнованиях по фрирайду, и поэтому у нас вся элита там отписала, что все, детский фрирайд надо запретить. Ну там, в общем, споры обсуждений пошли. На самом деле все это ерунда. Как бы сейчас в следующем пункте расскажу, чем отличается детский от взрослого фрирайда. Но, тем не менее, конечно, нужно учитывать такой фактор, как лавина, деревья, которые в Розе известны случай. Так, надеюсь, Роза Хутор не будет смотреть мои лекции. Дерево упало на трассу. Это просто чрезвычайная ситуация. Там даже передавила девушку, которая сидела в телефоне. То есть это обязательно нужно учитывать. И просто, ну, опять-таки, ребенок должен об этом знать, если вы самостоятельно отпускаете кататься. Лавины, опять-таки, весной, когда активность снега таяния, при мне были случаи, что лавина сходит на трассу. Ну, это, конечно, не такая лавина, что там она все сносит. Но вот был случай, что мы ехали с детьми по трассе, и лавина на три четверти сошла. Как бы я быстро среагировала на трассу, которая была открыта, естественно, для общего катания. Поэтому про лавины нужно знать, что самый опасный угол наклона для лавины это 25-40 градусов. То есть когда мы едем, мы видим, что если это у нас весна или много снега выпало, большие уклоны, узкие трассы, сразу оценивайте, ну, как бы, обстановку. И я бы рекомендовала кататься, на самом деле, в горах всегда с биппером. Биппер — это лавинный датчик. То есть, ну, всегда его держать с собой. Детям, ну, не обязательно. Если вот прям вы катаете где-то около фрирайда, есть такие, как мы это, маленькие датчики лавины для собачек, да? Они маленькие, легкие, можно ребенку, в принципе, и ходить. Но, как правило, если дети катаются со взрослым, то он полностью, ну, они как бы под ответственностью взрослого, и взрослый эти все факторы должен учитывать. Ребенок этого знать не должен. Вот. Ну, и далее я хочу вам рассказать, собственно говоря, про детский фрирайд. Что же это такое? Детский фрирайд отличается от взрослого следующими показателями. Так, ладно, у меня нет по этой истории слайда. Расскажу так. Первое — дети, они как бы более все-таки менее физически развиты и слабы, да? Когда мы говорим о взрослом, кто-то вообще катает фрирайд из присутствующих? Фрирайдом занимаются? Немножко. А где катаетесь? По углу трассы, красная поляна, Уран. Вот. Ну, то есть, когда мы говорим о нашем фрирайде, мы как бы… Здесь разница в чем? Мы несем ответственность сами за себя, да? И мы можем как бы куда поехал, и ты отвечаешь сам за свою жизнь. И вот у многих, кстати, ошибочное суждение, что если вы катаетесь с гидом, то гид отвечает как бы за вашу жизнь. Ничего подобного. То есть гид — это человек, на самом деле, который, ну, знает просто чуть больше вас. Это не значит, что он не может так же ошибиться или, ну, не может в какой-то ситуации. Вы всегда катаете фрирайд, вы отвечаете за себя. Вот. И взрослые, ну, как правило, они как бы… Мы там можем куда-нибудь по Юриему, запрещенному хутору, да, кататься, какие-то там опасные места лезть, крутой лес катать, вот, когда много снега. С детьми совершенно другая история. Здесь нужно учитывать возраст ребенка, его развитость, уровень катания. И, естественно, когда мы говорим о детском фрирайде, мы говорим о околотрассовом, неком фрирайде, и зоны, которые видны, из которых можно в быстрой доступности свернуть на трассу. То есть вот такой именно должен быть детский фрирайд. Я сегодня покажу фильм, там будут кусочки, как вот мы катаем фрирайд. Вот, собственно говоря, вот это и есть тот самый детский фрирайд. То есть нету такого, что мы куда-то там в какие-то кулуары опасные едем. И, конечно, мы сюда смотрим лавину опасность, потому что известно, что даже на пологом каком-то относительном участке, когда, допустим, активность не катания весной, могут быть провалом, это должен учитывать обязательно взрослые, не дети. Вот, это как бы основное отличие от того, что касается детского и взрослого фрирайда. Вот, ну и далее я бы хотела перейти к поговорить о разнице между обучением детей и взрослых. Вот такую смешную картинку я подобрала справа. Кстати, сделана из Шрегеша. Я вот сейчас была месяц в Сибири. Классная каталка. Вот всем рекомендую съездить в Шрегеш. Вот, и, с другой стороны, это вот мои ученики Никита и Ира. Им по 8 лет. В чем же, собственно говоря, разница? Давайте начнем, что общего. Общее между взрослыми детьми. Первое, это, я начну с четвертого пункта, это то, что мы все любим играть. У меня сейчас в Шрегеше была взрослая школа по фрирайду. И моему ученику было, моим ученикам было 35-40 лет. Вот, то же самое, просто это на самом деле взрослые дети. То есть, ну, как бы какие-то, конечно, с детьми все по-другому, более играющие преподносим информацию, потому что развитие у детей отличается от развития взрослых. Но, тем не менее, элементы игры всегда есть. То есть, какие-то соревновательные, какие-то моменты там подшутить, подколоть. А вот можешь так, можешь так. То есть, у взрослых все это есть. И какой-то должен быть элемент экшена. Всем надоедает катать одно и то же. Хочется, опять-таки, и куда-то с трассы съехать, и какие-то бугры, интересные задания. Вот, это вот то, что общее. Следующий пункт — это эмоции. Дети и взрослые, на самом деле, похоже очень реагируют. Просто у детей они учатся еще новому, а не удивляются, а взрослые, они удивляются, но уже как бы открывают для себя по-другому те же самые вещи. Это очень классно, когда это можно наблюдать. Особенно, когда приезжают, допустим, люди, которые работают в офисе. И, допустим, какие-то там простые вещи. Я не знаю, что можно утонуть в снегу по поясу, они реагируют «вааа!» Вот так вот. Это круто. У детей тоже такая же реакция, может быть, на снег, на то, что вот маленькие, когда с ними их ставишь на лыжи, они едут, смотрят на ноги и скажут, что это их лыжи везут, они просто на них стоят. Это все очень прикольно. И это, на самом деле, общее между взрослыми и детьми. Мы хотим подорожать. Тоже есть такой момент, что дети часто подорожают своим тренерам, учителям, хотят тянуться, быть, как они. И даже лучше. И то же самое со взрослыми. То есть люди смотрят, допустим, не знаю, может быть, кто-то знает, такой лыжник, как «Кандид Товекс». Всемирно известный лыжник. Многие смотрят и представляют себя «Кандид Товекс», он входит на склон, делают всякие стильные закрутки. То есть такой элемент есть. Я сама тоже смотрю регулярно такие видео. И это очень, кстати, помогает в каталке. Вот вам рекомендую смотреть видео, потому что если вы хотите развиваться в катании, когда вы смотрите, у вас очень хорошо работает эффект того, что вы можете перенять какие-то, уловить моменты. Мы же там есть визуалы, у идеалы. В основном 80% людей визуалы, по-моему, если не ошибаюсь, больше. И когда вы смотрите какие-то движения, вы это все можете перенести на себя. Мечтатели. Это то же самое в этой же кухне, что мы куда-то стремимся, о чем-то мечтаем. Дети, наверное, по разным... Ну, вернее, родители детей по разным причинам отдают в горнолыжный спорт. Кто-то, допустим, сам вдохновленный, хочет ребенка научить. Кто-то раньше был в горнолыжном спорте. У кого-то просто ребенок сам увидел, там в снег играет, у кого-то таланты. Не все дети всегда любят кататься на лыжах. Это связано с разными факторами. То есть там неправильно подобранное снаряжение, не знаю, не той кашей покормили, забыли любимую, не знаю, каску дома, очки. Вот у меня была ситуация. Ученик у меня такой есть, Рома. Что-то там очки иммунити взяли. Все как бы истерика, все испорчено. Но это больше к маленьким детям относится, до пяти лет. То есть это как бы тоже... Ну, на самом деле, у взрослых тоже есть такой момент. Там что-то не взял, такой эх, все, катка расстроена. Ну, а что на самом деле, в чем мы отличаемся? Ну, первое, это то, что мы... Да, завиночка. Все-таки в чем отличаемся? Первое, то, что мы несем ответственность за жизнь и здоровье детей. Когда мы катаемся самостоятельно, ну, я уже про фрирайт в куске, потому что мы говорила, мы сами отвечаем за себя. Когда ребенок катается до 12 лет, прямо вот очень относится, то всегда за него несет ответственность полностью взрослый. И дети полностью доверяются здесь взрослым. Поэтому всегда, всегда обязательно должно быть под присмотром. И даже если отпускаете, как я говорила, то на какой-то участок, который вы оговорили, и который вы можете контролировать. Дети всегда думают, что им уступят дорогу. Это вот причина столкновений частых на горе. То есть это именно больше к вопросу психологии. Ребенок всегда думает, что ему взрослый поможет, уступит, подскажет. Поэтому они едут иногда. Они не то, что не видят, они просто думают, что именно им уступят. Поэтому я знаю, что у меня здесь очень хорошие взрослые. Все всегда пропускают детей, потому что у всех самих дети. Но тем не менее, обращаясь к тем, кто меня будет смотреть по видеозаписи, пожалуйста, учитывайте этот фактор. И всегда детей пропускайте. Как бы спешить некуда. От того, чтобы там 2 секунды постоите, притормозите на горе, у вас скипас там не сгорит. Пропускайте всегда детей. Следующий пункт – это то, что дети все-таки слабее и физически менее развитые. Это нужно обязательно учитывать, когда вы подбираете трассу. Часто, допустим, в ситуации семейные, приезжают с ребенком в горы, папа хочет покататься, у него 7-летний ребенок, который не может, он его тащит на вершину, тот едет плугом, он на него кричит. Это не катание. Лучше либо тогда с мамой отправить, еще лучше все-таки в школу отдать. Следующий пункт – дети более любознательные. Это тоже отличие от взрослых. Они хотят исследовать мир, им все интересно. Да, Андрей? Все интересно потрогать, посмотреть. Это, кстати, причина, почему они хотят тоже во фрирайд. Они видят, что можно заехать туда и туда, а что за той, елка, а что за той. И детям все интересно потрогать, посмотреть. Они любят, когда очень по трассе едешь, вот эти боковые стенки, заезжать там. У нас был такой ученик Лефа, постоянно там сбоку где-то ехал. Это как бы просто естественно. Это не надо орать на ребенка, на самом деле. Да что ты делаешь, спустись вниз. Орать надо, но в других ситуациях расскажу попозже. Без этого надо не обходиться. Но просто если у ребенка есть такое желание куда-то уехать, просто к этому нужно присмотреться и как-то обыграть. Либо во фристайл-парк можно уйти, либо покатать какие-то безопасные участки около трассы. Еще следующий пункт – дети скучают по маме. Это относится больше к детям до 5 лет, маленьким. Детишки часто бывает, забираешь ребенка. Причем с папой, наверное, то же самое бывает. Не знаю, здесь у нас с папой была такая ситуация, что вы с ребенком куда-то пошли, а он скучает по маме. То, что папа скучает по маме, это понятно. В общем-то, чужой человек, какая-то непривычная ситуация. И это, наверное, больше относится, когда вы именно инструктору отдаете ребенка маленького, имеете в виду, что далеко уезжать нельзя. Всегда нужно быть где-то рядышком. И на первом занятии прям лучше постоять, где-то спрятаться. Ребенок вас не должен видеть обязательно, потому что иначе он будет этим пользоваться. спрятаться куда-нибудь, не знаю, за какую-нибудь мишку и наблюдать тихонечко, как он дружит с инструктором, с тренером. И только потом уже, когда вы увидите, что пошел коннект, связь, можно его оставлять. Дети не понимают еще ценности вещей. Это тоже больше относится к вопросу психологии. Все мы, ну не все мы, я еще не родитель, но здесь сидят родители. И я знаю, что вы хотите дать своим детям самое лучшее. У многих не было такой возможности в детстве катать в горах. У меня, кстати, ее тоже не было. И мы дарим все лучше детям. А дети, они как? Они на самом деле не понимают, что это там что-то прям вот такое. Они воспринимают, это то, как есть. И поэтому не стоит, может быть, где-то, знаете, там, ну как бывает, злиться иногда, начинаешь на своего ребенка, что там, там, например, ты купил мускепасс, он не хочет кататься или еще что-то. Здесь нужно просто вовлечь, как-то, может быть, ребенка и подойти со стороны, а вот что хочет, может быть, сам ребенок. Может быть, ему не по трассе нравится кататься, а в фристайл-парке понравится. Либо около трассы, либо, допустим, можно какое-нибудь придумать классное задание, там, доехать вот в то кафе на той стороне горы и поесть большую-большую пиццу. То есть, ну, всегда какой-то мотивации привлекать ребенка, ну, потому что, говорю еще раз, у детей еще не понимают ценности многих вещей. Дети верят в сказки и в чудеса. Вот это моя любимая, потому что можно придумать вообще любую сказку про бабу-ягу и пользоваться этим лайфхаком, ну, не только тренера, но и когда своими детьми катаетесь. Вот, дети сказки верят где-то лет до восьми по моим наблюдениям. Поэтому это прекрасно, вот этим нужно пользоваться и использовать тоже, когда вы катаетесь на каком-то годнолыжном курорте. Ну, и также еще последний пункт, это больше, наверное, я как с точки зрения инструктора сужу, то, что детей можно еще воспитать. Это вот такая разница между взрослым, да, то есть взрослому человеку уже ничего не объяснишь, и я поэтому там как бы приходят люди, у них уже сформировала жизнь. Интересно, конечно, почему кто как хочет становиться на лыжи, потому что там такие раскрываются вообще глубины. Вот, у детей другое, у них белое полотно, и ты, когда учишь, конечно, ребенка, ты чувствуешь, что прикладываешь руку к тому, как сложится его жизнь дальнейшая, это большая очень ответственность. И это классно, потому что можно лепить и можно заложить какие-то хорошие ценности. Я считаю, что катание в горах, вообще вот это общение с природой, оно очень благотворно влияет на ребенка, да, то есть они меньше в планшетах сидят, они больше начинают наблюдать, потому что катание в горах, это и облака красивые, это белый снег, это какие-то животные следы, это елочки, это, ну, какие-то интересные скалы, озера. Вот, это очень-очень круто, поэтому все, кто решил научить кататься своего ребенка, поставить на горные лыжи, вы очень-очень большие молодцы. Вот, так, я вижу, что у нас все что-то заскучали, зал, как настроение, скоро будем есть печеньки, чуть-чуть осталось, я на самом деле так себе выготовилась к лекции первым гринкомом, поэтому можно сказать, что это сейчас все такой экспромт и все, прям вот опыт. Следующее, что я бы хотела рассказать, сейчас посмотрю все в шпаргалочку, как получить удовольствие от первого спуска по пухляку и сделать это безопасно. Ну, если, значит, все-таки вот вы уже катаетесь с ребенком, катаетесь несколько сезонов, там, и хотите, чтобы он попробовал что-то новое, прежде всего начну с того, что вы должны учесть его физподготовку. Вообще, фрирайд это комплексное умение кататься, первое, по трассе, второе, по буграм, то есть, это трассовая базовая подготовка бугры, плюс знание какой-то лавины безопасности на склоне, то есть, понимая, когда много снега, как вести себя, когда лед, как вести себя, потому что это все фрирайд, фрирайд это не только пухляк. Это ребенку нужно объяснять обязательно. И только когда есть вот эта база, уже можно куда-то выходить. Если ребенок, конечно, с инструктором, либо с тренером, тренер должен обязательно научить его катать бугры и трассу, потому что без этого никак. это первый пункт в честь возможностей ребенка. Также мы здесь еще учитываем, немногие ходят в горнолыжную секцию, а выезжают в горы раз в год на неделю. Скажу честно, это такой стресс немножко для организма, то есть, если у вас ребенок не занимается чем-то активным, типа хоккея, или, может быть, плавания, это будет тяжеловато. Все-таки перед горами лучше походить, хотя бы, не знаю, раз 5-6 раскататься, потому что многие приезжают в горы и сразу нате, нет, к горам обязательно нужно готовиться. Следующий пункт это правильно выбрать маршрут и склон. То есть, когда вы планируете катать детский фрирайз со своим ребенком, нужно хорошо понимать, где вы выйдете на трассу, обязательно проехать, как я уже говорила, этот участок, не выбирать, допустим, часто густой лес, на Розе, вот, такие места, если вы сворачиваете на Волчью скалу, там такой лесочек, там траншеи, например. То есть, были ситуации, вот, при мне я видела, что как бы папа, ну, который не катает явно фрирайд, просто он взял широкий лыж и катать фрирайд, он не умеет. Вот, он едет с ребенком туда и, собственно говоря, ребенок может провалиться в эту яму. Вот, папа, собственно говоря, если бы он знал и катал бы этот лес, такой ситуации бы не случилось. Вот, поэтому, если вы не знаете, вы там не местный локал-житель, вы не знаете рельефа, лучше отпустить ребенка опять-таки с тренером. Это я не там не с точки зрения того, что обязательно там, что все несли деньги в школу, а просто это вопрос на самом деле безопасности. Либо лучше тогда кататься в каком-нибудь фан-парке, либо бугры и трассы. Следующие лавинно-опасные факторы, я не буду повторяться, обязательно учитываем лавинную обстановку, самая опасная лавинная обстановка, вы знаете, шкала, что есть от 1 до 5, всегда на розе горит огромный вот такой экран, если 5, вообще все закрыто, вот самая лавинно-опасная цифра, может быть, кто-то знает, какая от 1 до 5? 5? Нет, на самом деле 3. Объясню сейчас, почему. Потому что в тройку все идут кататься, то есть в 5 никто не катается, ну, красный, да, красный цвет, люди понимают, 4 тоже как-то опасно, а 3 все идут кататься, а угроза схода лавины, она все равно есть, вот, поэтому это тоже такой фактор, который, ну, как бы нужно учитывать и знать. Лучше кататься в единицу либо в двойку, да, обязательно должна быть хорошая видимость, то есть, если туман, опять-таки, можно отпустить с тренером или самостоятельно ехать медленно по трассе, которую вы точно знаете, туман, опять-таки, смотря какой, если это расстояние вытянутой руки, лучше отсидеться в кафе или, ну, как бы не кататься, потому что отсутствие видимости это самые лучшие условия, вот, особенно бывает, что после 3 часов солнца, ну, допустим, возьмем розу хутор, да, все на розе катаются, заходят на юга, здесь такой сумарок, очень плохая видимость, мы одеваем желтую линзу, все равно видно плохо, вот у нас по этому занятию, например, с 10 до 15 проходит, потому что после 15, ну, все разбито, и самое главное, что плохая видимость, ну, быть профессионалом, это понятно, я пропущу этот пункт, иметь при себе обязательно заряженный телефон, либерация и контакты спасательных служб, вот, этим пренебрегают очень многие люди, и, во-первых, вы сами, может быть, спасете кому-то жизнь, да, там, окажете помощь, и если ребенка там, допустим, у кого постарше, дети от 12 до 16 отпускают, обязательно с собой телефончик должен быть, вот, что-то там возникло, так, отмена, это все, это когда вот выпал свежий паудер, два метра, и кататься нельзя, вот, хочу вот еще к этому слайду вернуться, рассказать, как правильно экипировать ребенка, чтобы он у вас не потерялся на трассе, это очень важно, в фрирайде вообще, почему носят все яркие вещи, потому что и видно человека на горе, да, то есть не надо белую кутку, белые штаны для ребенка выбирать, выбираем первый яркий костюм, шлем, обязательно, вообще это, ну, без шлема просто не выпускаем детей, никогда и никуда, лыжи, если катаем пухляк, есть специальные фрирайдовые широкие лыжи, не знаю, почему, производители делают их очень тяжелыми для детей, то есть они весят, не знаю, как у взрослые лыжи, поэтому, когда вы подбираете детям широкие лыжи, я бы рекомендовала брать минус 5 сантиметров от роста, но потому что они просто тяжелые, он с ними справляться не будет, их тяжело очень в пухляке, они всплывают и так далее, вот именно для детей, там нужно поменьше брать ростовки, производители там всякие делают, сейчас Black Rose, Armada, Atomic, вот у нас тут сидит Андрей, у него Бенчетлера, да, у тебя Atomic, широкие лыжи, нравится тебе на них кататься? Да? Одесса, вот, Арина каталась у нас на Armada, следующая маска, да, то есть обязательно учитываем маска, вообще идеально иметь две линзы, то есть одна желтая линза, вторая светоотражающая, есть маски, в которых меняются линзы, чтобы ее не покупать, маска должна быть подобрана, и очки в кармашек, если будет жарко, рюкзак, ну, здесь вот у Андрея нет рюкзака на фотографии, вообще рюкзак рекомендую, есть прям детские, хорошие детеровские рюкзаки, вот, туда прячем печеньки, там, чай, салфетки, обязательно связь, да, телефон, все необходимые вещи, которые могут пригодиться ребенку, ну, потому что инструктор, он, если, допустим, у тебя группа, он не всегда будет это таскать, ребенку это в течение дня обязательно пригодится, палки, ну, на самом деле, есть телескопические палки раскладывающиеся, есть обычные, вот, сейчас телескопы есть очень доступные, они удобны тем, что они реально складываются, их можно по длину регулировать, у кого детки растут, можно купить телескоп, их надолго хватит, конечно, если они их не сломают или не уронят с канатки, когда едут, ну, так вот, в принципе, все сказал, обязательно снабдить телефонами, вот, все остальное, там, лавинный датчик, это, наверное, уже, ну, я считаю, что это ребенку не нужно, взрослым, взрослым здесь за него в ответе. И следующее, вот, к следующему пункту я хотела бы перейти, это особенности семейного отдыха. Здесь у нас такая фотография с нашими учениками, может быть, кто-то узнает себя на ней, это с хуторенка. Часто мы любим приезжать с семьей в горы, мама, папа, вот, дети, очень важно, чтобы хорошо отдых прошел, учесть несколько, моментов. Первое, уровень катания каждого человека, вот, необязательно, да, допустим, всем кататься вместе, опять-таки, ребенка можно сдать в школу на весь день, вот, у нас есть такой формат с 10 до 15, да, либо там на полдня, в зависимости от уровня ребенка, допустим, папа, если хочет катать фрирайд, не знаю, там, или, маму по трассам, необязательно все вместе, потому что, ну, каталка, это, вы знаете, как бы, я сравню, как это с вождением машины, как бы, ну, ты же не будешь подстраиваться под человека, который рядом с тобой рулит, поэтому это абсолютно нормально, что все приезжают в горы, катаются по-разному, круто, когда, конечно, мама и папа катаются вместе, я такого еще ни разу не видела, скажу честно, все катаются в отдельности, это нормально, вот, следующий фактор, это, про размещение, я бы хотела сказать, есть несколько вариантов, жить на горе, и жить внизу горы, вот, если вы хотите первыми катать пухля, конечно, лучше жить на горе, вот, на розе, это на роза плата, в горках тоже наверху, потому что, первое, вы, самое главное, избегайте техасских очередей, вот, канатная дорога Олимпия, вот, если вы приезжаете, когда, в феврале, там такие очереди, что вы не можете спуститься, там, часов до семи, вот, с детьми, ну, это ад, да, ребенку нужно переодеться, обязательно снимаем всю одежду, ботинки, все сушим, просушиваем ботинки, это очень важный фактор, и поэтому, вот, в этом плане, конечно, круче жить на горе, вот, на горе чуть дороже размещение, но зато вы, вот, выигрываете по времени, вот, если хорошенько хотите покататься, то это поможет. Следующий момент, если, допустим, вы уедете в кэмп, то, как правило, ну, когда катается с инструктором, инструктор, даже если подряд идет 5 дней, он, как бы, делает программу так, чтобы дети очень сильно не уставали, важно не перекататься, и не перекатать ребенка в первый день, вот, потому что, ну, иначе в следующие дни никакого катания не будет, вот, все-таки мы приехали, мы заплатили 3000 рублей в день за скипас на розе хутор, мы хотим покататься, вот, поэтому важно распределить свои силы, вот, и, в принципе, на шестой где-то день каталки я бы рекомендовала всем делать прям отдых, не одевать ботинки, а куда-то пойти в бассейн или отдохнуть, потому что это большой очень стресс для организма, все-таки мы находимся на высоте, активная физическая нагрузка идет, и компрессионная нагрузка, и на все тело, и даже на позвоночник, когда вы катаетесь, у вас идет достаточно большая нагрузка. Следующий момент, подготовиться к горам, это, как я уже говорила, желательно все-таки походить пару раз до приезда в горы, особенно если планируете кататься, где-то там, не знаю, по фрирайду, раскатываться, вот, я, например, каждый год езжу раскатываться, ну, либо в поляну, либо у меня прям катальные несколько недель есть, когда я катаюсь одна в Шерегеш, вот, это очень важно. Прежде чем куда-то вообще ехать вне трасс, мы сначала катаем трассу, катаем бугры, вот, и только потом едем в пухляк. Ну, и, наверное, последний пункт, самый мой любимый, кому доверить вашего ребенка, но я бы вам рекомендовала, вообще хорошего тренера найти сложно, мне кажется, в том плане, что это человек, которому ты, у меня нет своих детей, но я просто могу, вот, ну, как бы встать на это место, что человек очень должен, ну, мы отвечаем головой, фактически, за детей. Зная вот ситуацию, например, и даже в официальных школах это бывает, да, что тренер, у ребят, например, плотный график идет, и, ну, там у него идет какая-то запись, он там может ребенка где-то на горе, оставить, условно договориться с мамой там, мама не приедет, важно, да, то есть, чтобы вы доверяли этому человеку, который будет учить вашего ребенка. Есть разные варианты сейчас, это официальные школы, и также, ну, какие-то частные инструкторы, да, чадные инструкторы, как любят говорить на розе хутор, вот, на самом деле, сейчас, среди частных инструкторов бывают тоже очень классные инструкторы, и они там учили в школах, и так далее, я просто рекомендую, первое, самому покататься с инструктором, понять, что он за человек, ну, понаблюдать за него, почитать где-то отзывы, вот, и, ну, как бы здесь вот нет такого преимущества, что только официальная школа, вот, и понаблюдать, да, ну, как бы какое-то время, то есть, там, за человеком, особенно, если вы в кэмп куда-то планируете ребенка отдавать, здесь сначала несколько пробных уроков, вот, ну, на этом все, я надеюсь, что было не очень долго, не очень нудно, и хочу вам показать фильм, я, в общем, скажу честно, я его дорабатывала сегодня, очень нервничала, мне кажется, кино получилось классным, в общем, это кино, заходите, заходи, заходи, вот, значит, это фильм с участием учеников нашей школы, там будут все, там, Арина, Гоша, Юля, Андрей, в общем, все-все ребята, за последние, ну, скажу не 4 года, наверное, 3, вот, фильм о том, как мы катаемся в Розе Хутор, как проходят весело наши каникулы, вот, поэтому присоединяйтесь, приезжайте в Розе Хутор всей семьей, очень, я вообще за семейные какие-то традиции, семейный отдых, вот, и мне очень приятно, что столько детей, с каждым годом детей все больше и больше катается на лыжах, это то, что я вот прям вижу в Розе, это классно, в Розе Хутор Субтитры создавал DimaTorzok 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 5-4-4 Так, ну вот открыли после снегопада сказку. Первые счастливчики раскатывают пухлят прям по трассам. Ну а мы с Ром очень отрабатываем остановку в Плуге, да, Ром? Да. Ну хоть покажи параду тренера, как делается остановка. Покажи лыжами. Носы вместе. Вот, молодец. Всё, Ром очень едет там. Стойку Плуг закатали. Примясо параллельное теперь не развернуто. Саша, ну как тебе впирать? Да, вот по глубокому снегу катание. По глубокому снегу катание. Остыли реки и земля остыла. И чуть нахоклились дома. Вскорочка! Да! Встреча в горе, пускай до вчера. Ууууу! Ууууууу! Молодец! Молодец! Где лыжи, Арина? Вот они спрятались! Но я замерзнуть не боюсь! Вот они наши лыжа! Это в городе я все хрустила! А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь! И уносят меня, и уносят меня Звенящую снежную даль! Три белых коня, эти белых коня! Декабрь, ильва, и февраль! И уносят меня, и уносят меня Звенящую снежную даль! Три белых коня, эх, три белых коня! Тихо, ильва, 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 ильва! Давай, поехали, съезжаем на трассу! Ильва, 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 ильва! Андрей, давай, давай! Иль, меняй! На право смотри! Подписывайтесь на наш канал! Продолжение следует...